В самом начале Тверской Ямской улицы, напротив современного нам Белорусского вокзала, стоит небольшой старинный дом. Здесь последние годы жизни провела одна из интереснейших женщин пушкинского времени. Звали ее Анна Петровна Маркова-Виноградская. Однако в историю России она вошла под именем Анна Керн, именем неотделимым от пушкинских строк. «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты». Анна Керн написала мемуары, которые с огромным интересом читают и сегодня. Ей было что вспомнить. И бал в Полтаве, на котором она беседовала с императором Александром I, и встречи с Пушкиным, Дельвигом, Глинкой. Позади были два замужества, причем первый муж был старше ее на 35 лет, а второй на 20 лет моложе. И немалое место воспоминаний Ханны Керн уделено Тверскому краю. Она полюбила эту землю еще в детские годы, когда гостила у деда Ивана Петровича Вульфа в Берново, под Старицей. И у бабушки Агафаклея Александровны Полторацкой, в Грузинах под Торжком. Часто бывала Анна Керн и в Твери. Здесь она наблюдала, как знаменитый художник Арест Кипренский работал над портретом ее деда, помещика Вульфа. Жизнь Анны Керн была окружена множеством досужих разговоров, сплетен и легенд. И смерть ее не стала исключением. Она завещала, чтобы ее похоронили в Примухино, в усадьбе Бакуниных, в ста верстах от Твери рядом со вторым мужем. И вот гроб с ее телом погрузили на подводу, чтобы отвезти на вокзал и оттуда по железной дороге в Тверь. У самого дома дорогу перегородила подвода, в которую были впряжены 16 крепких битюгов. На Страстную площадь везли памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Так Анна Керн еще раз повстречалась с поэтом, обессмертившим ее имя. А предсмертную волю Анны Петровны родственники выполнить не сумели. Дорогу на Примухино размыли ливневые дожди, добраться туда не было никакой возможности. Анну Петровну похоронили на небольшом деревенском погосте в села Прутня, в шести верстах от Торжка, невдалеке от имения Митина, где ей не раз доводилось гостить у своих родственников львовых. На могильном камне лаконичная надпись «Анна Петровна Керн». Годы жизни и знаменитые строки из пушкинского стихотворения, которые знает каждый из нас. Субтитры создавал DimaTorzok